А когда же уже наконец в киновселенной Марвел появятся так многими любимые мутанты? Будет ли среди них Росомаха и кто его сыграет? Неужели Генри Кавилл? Да, тот самый Супермена-Ведьмак, которому сейчас народная молва активно прочит роль Логана. Да и где тут правда, а где нет? Предлагаю сегодня разобраться во всех этих вопросах, выяснить, какие же теперь перспективы у людей Икс в МСЮ, ну и станет ли в конце концов Кавилл новым Росомахой, как многие говорят. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Ну что, давайте сперва в целом по мутантам, а уже потом сосредоточимся непосредственно на вопросе Логана и Генри Кавилла. Итак, еще весной 2019 года компания Disney закрыла сделку по приобретению фильмов и телевизионных активов студии Fox, в которые входили и так многими любимые мутанты. После чего фанаты Марвел стали требовать хоть каких-то новостей о том, когда же Икс-Мены и Фантастическая четверка присоединятся к MCU. Правда, до последнего подопечные Кевина Файги и он сам были просто не в состоянии дать аудитории хоть какую-то конкретику, ведь до первой половины 2019 года они в принципе не могли ничего планировать, пока сделка не была закрыта, но уже после того новая фаза Марвел оказалась расписана полностью. Короче, вопрос подзатянулся. И все же руководитель Marvel Studios Кевин Файги подтвердил на Комик-Коне в Сан-Диего, что Люди Икс в конечном итоге обязательно придут в MCU. Это просто вопрос времени и того, когда же первый мутант дебютирует в киновселенной. К слову, именно за данную фразу многие ухватились, говоря, дескать, скорее всего, Марвел не станет сразу же рисковать, снимая отдельный полнометражный фильм. Но вместо этого будет вводить Икс-менов постепенно и, вероятнее всего, начнет именно с Росомахи, как наиболее популярного из них. В принципе, кстати, вполне здравая логика, которую еще косвенно подтверждают и слова руководителя студии. Тут-то мы с вами плавно переходим к вопросу непосредственно Генри Кавилла. Смотрите, еще полгода назад появились слухи о том, что актер встречался с руководством Marvel и даже вел переговоры касательно своего вступления в ее ряды. Правда, тогда не уточнялась ни роль, ни какие-либо конкретные сроки и как-то все со временем утихло. И вот сейчас, спустя 6 месяцев, сеть вновь забурлила сообщениями о том, что британскому актеру предлагают роль Логана. Честно говоря, когда я начал искать, откуда же растут ноги у подобных разговоров, мне не удалось найти каких-либо внятных источников. И вообще, создалось такое впечатление, что просто новая волна фан-артов с Кавиллом в роли Росомахи и стала изначальным толчком. Хотя, все может быть и с точностью, да наоборот. Ну а целый ряд англоязычных ресурсов, ссылаясь на таинственных инсайдеров, упорно продвигает данную новость, да и уж как-то она очень гладко вяжется с полугодичной давности инфой. Так что, возможно, Кавиллу в самом деле предложили роль Росомахи и, следовательно, переход из стана DC, который актер, правда, и так, скорее всего, уже покинул, в конюшню Marvel. А что, опыт супергеройских ролей у британца имеется, актер он в самом деле неплохой, а после успеха, хоть и спорного ведьмака, находится на пике, да и внешность Генри в целом, что и доказывают сами фан-арты, вполне себе подходящая для этой роли. И хотя настоящие знатоки комиксов могут сейчас покачать головой, мол, каноничный Росомаха довольно невысок ростом, тогда как Кавилл выше 180 сантиметров, но, в конце концов, Хью Джекман, которого так полюбили поклонники Людей Икс, и вовсе ростом под метр девяносто, и ничего очень даже хорошо списался, так что тут дело такое. В общем, подводя итоги, пока что касательно Генри, помимо слухов, ничего стоящего нет, хотя в целом его появление в МСЮ и остается довольно вероятным. А насчет самих Людей Икс, скорее всего, пятая фаза Marvel, такие и вид их широкой публики, вот только, вероятно, не всех сразу, но по частям. Да и вообще, того же Логана вроде как собирались ввести в команду Мстителей или даже вторую часть Капитана Марвел, так что будущее этого персонажа в МСЮ уж точно далеко идущее. Что ж, такие они сегодняшние новости, пишите, как вам, кандидатура Кавилла для роли Росомахи, ставьте пальцы вверх, кто за, ну и не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, ведь впереди еще очень много всего интересного. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.